Привет, друзья! Тоже не с первого раза почему-то удалось мне подключиться. Я надеюсь, что технические проблемы нам не помешают с вами обсудить все, что мы хотели, и все, что мы начали обсуждать два дня назад. Мы с Радой сделали совершенно потрясный эфир, который провокативно называется «Пластика и естественность». И мы говорили о том, не то что одно другому не противоречит, насколько одно другое поддерживает, но там был какой-то ахтунг, количество технических сбоев превышало все допустимые параметры, поэтому мы сегодня этот эфир повторяем. Ну, как повторяем, он, конечно, свежий, он идет в прямом эфире. Сейчас рада добавлю, ждем ваши вопросы, ваши соображения на этот счет. «Пластика и естественность», «Самооценка» и делаем этот эфир в преддверии старта нашего суперкурса «Деньги и самооценка», который 1 марта. Начнется, это будет курс «Живой» с нашим сопровождением. Так, да, я вижу уже запрос моей звезды. О, привет! Привет! Нодар, видишь? Так, я тут такая подгорелшая. Ты подгорела чуть-чуть, я вижу, да? Да-да-да. Где твое прекрасное кольцо? Где твое прекрасное кольцо в носу? Я думаю про него все два дня. Ой, как же, как же. Повторить. Я просто снимаю все свои апгрейды на ночь, а сегодня я не собиралась оставаться в другом городе. И, в общем, приехала. Вот у меня с собой всегда, как ты знаешь, в сумочке есть длинные сережки, поэтому это единственное, ну, все, что наше саля. Я тоже сейчас делала парикмахерскую, и там с трешками соседями моими прибамбасами так не очень. Олечка, может быть, у тебя есть наушники? Потому что мы фоним, а у меня наушников нет. У меня есть, давай я попробую. Не знаю, насколько нам это поможет. Давай. Я еще думала надевать штаны от пижамы или не надевать, но надела. Потому что, думаю, я же не буду вставать. Так, я сейчас пробую. Как необычно бить елку, кстати. Еще разок. Так лучше? Ой, мне тебя хорошо слышно, друзья. А тебе меня? Мне фоним. Прекрасно. Все, теперь идеально. Ну что, мы дословно, конечно, не сможем повторить прошлый эфир. Я думаю, что в этот раз пободрее, потому что мы полтора часа говорили, и у нас из-за этого Инстаграм всячески не хотел этот эфир вообще воспринимать. Да. Так, Оля, я тогда за тебя скажу, что ты после пластики век. Хотя я, честно, если бы ты мне не сказала, я бы не заметила. Потому что, я думаю, это видно, кто ты знаешь, человеку, который стоит вот на таком расстоянии. И, соответственно, первый вопрос давай, который мы раскроем, это все-таки пластика, это вмешательство для себя или для других. Вот у тебя как? Внешняя мотивация или внутренняя? Возможно, кто-то не поверит мне, я это сразу ковырку делаю, потому что знаю по опыту реакции женской аудитории, что типа вот, мол, для других и так далее. Это безусловно для себя. Но начнем с того, что, знаешь, красота же нужна только в день свадьбы. Я же уже прошла этот день. Дважды. Дважды причем, да. Поэтому, в принципе, мне можно было ничего не делать. Наоборот, муж очень осторожно к этому отнесся. Но мне никаких других мужчин, естественно, не интересует. Карьеру свою на телике в Ютьюбе начала делать 19 лет назад с кривыми зубами, с отсутствующей пластикой на нижних и верхних веках. Поэтому я просто всегда знала, что от природы мне много чего дано хорошего, ну, в придачу еще мешки под глазами и нависающая верхняя века. Я всегда знала, что это сделаю, но нужно было к этому быть морально готовой, и не только финансово, это не так дорого, на самом деле, стоит. Готовой быть, принять себя и чувствовать себя уверенно со шрамами, с облезшей кожей, с тинниками, с нитками, не тушеваться и продолжать нормальную жизнь. И когда я достигла зрелости ментальной для всего этого, я просто сделала то, что много лет назад хотела, и очень довольна результатом. Несмотря на то, что мне писали девчонки, что там были какие-то ретроградные опять дела, и что вроде как нельзя делать. Если сделаешь в этот период, будешь переделывать, и будешь недовольна. Я настолько была уверена в своем решении. Приняв его за три дня, с врачом списалась по WhatsApp. Она меня взяла вне очереди, честно скажу, потому что она меня знает, и там как раз чья-то операция отменилась. В общем, звезды для меня лично сошлись. Поэтому сомнений не было для себя. Кайф. Очень круто. У нас нету почему-то пока что хейтеров, к сожалению, в комментариях. За три дня нету, ты меня понимаешь. Но я сегодня выложила пост, когда всех предупредила, что будет эфир повторно, и пишу там, что... Я, по-честному, в один раз в жизни была под наркозом. И мне девушка пишет, Рада, а как же ваша операция в Стамбуле? Я помню, как вы туда летали. Я такая, думаю, насколько сложно человеку соединить эти два факта, что я ездила один раз в Стамбуле, и всего один раз была под наркозом. И дальше я пишу, что все остальное сделал со мной косметолог. И вот у нее в голове это не сошлось. И я вот когда смотрю на таких людей, я думаю, блин, ну как бы... Такое ощущение, что, знаешь, у них нету мостика между правым полушарием и левым. То есть они, знаешь, здесь одно мнение у них, здесь другое, и за ними вечная борьба. То есть они как будто бы не могут, знаешь, соединить. И вот я сейчас пишу тренинг по гидонизму, как глубокая тема. И у меня там такое понятие есть, как точка зрения и кругозор. Ну, чем точка от круга отличается, можно сразу предположить по семантике слова. Да, и вот есть люди с точкой зрения, а есть люди с кругозором. И вот я заметила, что люди с кругозором вообще не задают вопросов лишних, им и так все понятно. То есть они допускают разные варианты для себя, для других, и это очень удобно. А вот люди с точкой зрения, это как раз тот человек, который будет писать тебе вопросы, будет тебя занимать, домогаться, будет свое мнение высказывать, будет там уточнять, поправлять, советовать, рекомендовать. Поэтому если вы себя, дамочки, узнали вот в этом втором персонаже, пожалуйста, так не делайте. Медитируйте на фразу «кругозор». Потому что, конечно, чем старше, богаче, интереснее мы становимся, тем больше мы хотим получать удовольствие обычно. То есть здоровый человек, он каждый год хочет получать удовольствие больше. И если он нашел маленькую кочку, которую можно поправить и получить там удовольствие, поверьте, он это сделает без ваших недовольств, поднарицаний, страхов и всяких примет. Вот, поэтому, если вы хотите себе счастья, перестаньте вообще смотреть со своей точки зрения на других людей, что они с собой делают. Они просто получают от этого удовольствие. Большинство людей, которых я знаю, с собой что-то дозделали. Это гуру нашего столетия, это почти святые люди для аудитории, это супер-пупер там профи в своем деле. У них и в реальности, и в онлайне, какой-то трансляции, они прямо топчик. И может быть, они не транслируют, но каждый с собой что-то делал и собирает это делать, и периодически делает. И вот, если вы хотите в общество приятных, полноценных и классных, ни в коем случае не используйте такой инструмент, как точка зрения. Точка зрения сразу дает трение противодействия и отрицавого. Его уже никому не интересно. Да, это очень крутой тезис. Я надеюсь, что нашим зрительницам будет полезно. Сегодня у нас исключительно благобразный эфир. Там мы все красивые, кисточки шикарные, елочка прекрасная. Да, здесь все только по любви. Так, шикарный твой загар. А что сделал Ольга в верхние веки? Мой хирург Наталья Нудельман, Московская, 19. Сразу отвечаю. А, слушай, у меня к тебе вопрос. Вот мы вчера так или не раз, позавчера касались темы самооценки, и 1 марта курс стартует именно «Деньги и самооценка». И не раз с тобой говорили про то, что самооценка, она многослойная вещь состоит. Ну, то есть есть профессиональная самооценка, есть моя самооценка как женщина, и можно еще на много составляющих каждую из них даже разложить и добавить. Вот как ты думаешь? Вот так же, как во внешности. Не всем все дано сразу. Вероятно, я предполагаю, нет людей, у которых самооценка просажена по всем пунктам. Можем ли мы сказать, что... И вчера с тобой тоже говорили про нашу... Ну, позавчера когда-то... Про нашу профессиональную самооценку, и у меня и у тебя она очень сильная. То есть вот стоит ли посоветовать людям поискать то, в чем их самооценка сильна. Потому что если она недооценит вдруг себя внешне, быть может, в каких-то других сферах есть на что опереться. Потому что это совершенно неочевидная была вещь для людей, что самооценка, она разная. И если ты недовольна ушами, то, может быть, ты крутой специалист и так далее. Это ведь от природы не бывает так, что родился человек, и у него плохо все. Еще как бывает. Да? О, Боже. Я помню, что в детстве у меня кроме любви к деньгам ничего не развито было. Ну, знаешь ли, это очень сильное качество. Ну, оно меня, в общем-то... Вытянуло, да. Да, да, оно меня так поджигало, чтобы научиться всему остальному, за что эти деньги дают. Но это было мое единственное, честно, сильное качество. Прямо, поскольку я от себя помню, деньги у меня движущиеся. И я такой маленький обожатель денежек. Слушай, по поводу того, что ты сказала, помнишь, я как-то раз, по-моему, даже внутри реалити призналась, что я себя плохо чувствовала перед камерами, независимо от того, сколько лет я в них попадаю и сколько раз на дню меня снимают. И в какой-то момент я отразила, что когда я признала, что я никогда не стану настолько красивой, как я хочу, что это бесполезно ждать этого момента, что я никогда настолько не похудею, насколько я хочу, никогда там не выведу себе плоское лицо фотогеничное, которое на камерах смотрится. Вот когда я смирилась, что с моим исходником в современных технологиях пока что это невозможно, то есть я отложила эту идею. Когда я смирилась с этим, я знаю, что заметила, что когда я смотрю в камеру, раньше я была во внешнем внимании, то есть я контролила, как я стою, как я говорю, тут у меня аккуратненько-неаккуратненько, там что с волосами, там как плечики, знаешь, там живот в себя, всё в себя. И я очень сильно была во внешке. Я замечаю, что когда человек контролит внешнюю оболочку перед камерой, он начинает резко тупеть и не может ничего внятного сказать. И начинается э-б-э-м-э-тык-мык. И когда я признала, что я настолько хороша не буду, как я хочу, я хочу, знаешь, чтобы я выглядела, как топ-модель мировая, чтобы у меня было фотогеничное лицо со всех ракурсов, даже сверху, сбоку и снизу. И в тот момент я поняла, что, в общем-то, моя экспертность, да, и моя ценность, она в голове. То есть я выдаю смыслы, я продавец смыслов, я навожу ясность. И я отстала от внешки, ушла в голову и смогла выдавать более качественные речи. И я нашла для себя способ, я просто никогда не пересматривала материал там, где я в камере. Я не смотрела ни одно наше. Да, да, я знаю. Мне относили реалити, я не пересматриваю прямые эфиры, потому что я не хочу смотреть и начать причинять себе боль, хотя я не могу изменить на данный момент ситуацию. То есть лучше сейчас не будет. Лучше не будет тогда, когда это записано и так далее. Вот. И меня это очень сильно спасло, потому что, когда, вот, как мы в курсе учим, выславиваешь самооценку, моя профессиональность, основная самооценка вышла, чем моя самооценка внешности и, например, самооценка моего голоса. Я вижу слова-паразиты, которые я до сих пор говорю. Каждые полгода они меняются. То есть я выбожу один паразит, а одна, а другой, а другой. И я просто держу себя, фокус на той самооценке, которая мне нужна. Это очень хорошо помогает. Да, это круто. Это я много раз людям советовала, когда они спрашивают, как справляться с негативом и так далее. Есть вещи, которые можно научиться не делать. Что-то делать, внедрить гораздо сложнее иногда. Можно от чего-то отказаться. И вот когда против меня была информационная война, и все местные СМИ писали отвратительную ложь, но очень убедительно, с картинками, с такими желчными заголовками и так далее, это было несколько лет назад, я просто перестала читать. Я настолько натренировала дзен, что даже когда мне скидывали там часто мои доброжелатели, что Ольга, как возмутительно, вот тут написали и ссылку. Я натренировалась, и я даже не нажимаю открыть. И это, когда ты не знаешь, это тебя освобождает. Ты абсолютно свободен. И вот мы только что с доктором, с одним записывали интервью. Он говорит, когда люди не знали, что есть стресс, они страдали от него гораздо меньше, потому что сейчас фокус внимания на это очень направлен. Ты знаешь о том, что это может критичным образом на тебя повлиять, ты уже триморишь и готовишься к этому. Когда ты не знаешь вообще о том, что стресс существует, ты гораздо легче переносишь, его последствия, он присутствует в твоей жизни, но ты не осознаешь этого. Поэтому, друзья, возможно, вам стоит перестать что-то делать. Это легче, чем начать что-то делать, но это существенно облегчит жизнь. Не пересматривать свои видео или, например, если я знаю, что я только вижу, начались негативные комментарии, все, мне неинтересно. Ну, в смысле? Я сейчас буду что-то читать, переживать, я не смогу сделать вид, что я этого не прочла. А если я сюда не попала, то ты абсолютно индифер... Все, эта ситуация не может себя затронуть, просто берите на вооружение. Там нет какой-то трусости или еще что-то. Так, я тут кому-то сегодня приснилась. Эфир сохраним. Сколько времени прошло после пластики? Сегодня какое число? 15-е? Первое, да? Или что, 16-е? Я 1 февраля делала. Вот прошло 15 дней. А что делать с низкой самооценкой? На 1 марта курс у нас стартует, посвященный этому, да. Вы, пожалуйста, учитывайте, что самооценка — это такой общий составной орган, там очень много частей. То есть самооценка — это не вот маленькая какая-то ваша часть, это по факту есть полностью вы. То есть вы — это и есть ваша самооценка. Поэтому курс по самооценке, он самый сложный, там очень много частей. Мы даем много блоков, они достаточно емкие. И там придется реально работать. Если вы собираетесь вдруг на курс, то мы рекомендуем, чтобы вы прошли ключи, потому что курс по самооценке это реально вишенка на торте. Это очень сложный материал. Вы должны быть к нему уже немножко подсобраны. То есть у вас уже какая-то структура ваших желаний, вашей психики, наметки должна быть. Вот мастер ключей первая часть — это структура, скажем так, структура выбора в этой жизни. В первой части мы учим вас выбирать, то есть мы вам показываем, что есть выбор в этом мире. С кем быть, с кем быть, почему быть и так далее. Там вы задаете себе много вопросов, и вот когда вы научитесь себе задавать вопросы, вы уже можете приступить к выбору. Это тоже в первой части. Мы вам даём там целый веер вариантов, что, как, кем, когда и зачем. И вы можете примерить на себя хотя бы мысленно эти образы. И вот только после этого можно идти уже самооценку копать. Потому что самооценка — это полностью структура вашей психики. Вот. И, пожалуйста, отнеситесь к ней на «вы» поначалу. Да. Так, слушай, тут спрашивают, каким образом для себя выбрать вмешательство косметолога или вмешательство хирурга. Я вижу по комментариям, что для многих было шоком услышать от тебя, что ты практически не обращалась к хирургам. В этом смысле у меня опыта едва ли не больше. То есть я дважды делала, а ты один раз. Вот. Но ты косметологически разный манипулятор. Как вы это выбираете? Косметолог или хирург, где грани и как решиться? Ну, смотрите, я такой противник наркоза. Потому что наркоз — это достаточно серьёзная встряска. Тем более, если вы там не супер, занимаетесь здоровьем, едите свежую пищу и сдаёте вовремя анализы, чтобы у вас классная была биохимия тела, то после наркоза достаточно длительно нужно чиститься и отходить. У вас может быть какой-то, ну, какие-то подбишки в эмоциональном состоянии. Я так вот скажу. Потому что всё-таки все наши эмоции — это качество и количество микроэлементов в нашем теле. Вот. Поэтому я лишний раз не советую идти на наркоз. И если что-то можно сделать по-другому, то, конечно, сделайте. Проблема в чём? Что чтобы что-то уменьшить, нужно резать. Да. А чтобы что-то увеличить, можно вколоть. Да. И вот ты уменьшала... Да, а ты увеличивала. Да, я чаще увеличиваю, потому что у меня очень большой череп, у меня очень крупная кость. То есть я не тот же родяй, который говорит, что у меня кость широкая. Я даже, когда 53 килограмма, у меня кость шире, чем у любого из вас. И у меня крупный череп, и поэтому мне нужно было увеличить черты лица. То есть я увеличила губы, я немножко увеличила скулы, там удлинила носик, там бровки чуть-чуть подколола, и мне выровняли форму подбородка. И это можно было всё увеличить. Вот если вам нужно что-то увеличить, то вообще без проблем. Там сильно испортить не получится. Любой средний косметолог, если с ним поговорить, справится. Я слышу, как кто-то пьёт чай, не могу понять, откуда это. Какие-то странные звуки. Ой, нет, это возможно. Мой ребёнок моет посуду. Сын, а выключи воду. Нет, я просто подумала, что ты ещё откуда-то. Заяц, потом помоешь. Вот. И когда нужно что-то уменьшить, тут уже вопросов больше. Ищите ритм, потому что, ну, лучше хотя бы полгода между наркозами, чтобы было. Я знаю девчонок, которые насмотрелись Инстаграма, они по молодости поняли, что у них среднестатистическая фигура, среднее лицо. И если там всё себе пришить, отрезать, то, в принципе, два года постоянной пластики, и на третий год они начинают уже щековать, и сразу у них меняется жизнь. Я знаю таких девочек, которые реально несколько лет потратили полностью на пластику. То есть, они раз в три месяца делали одну операцию, копили деньги, и вот так вот около двух лет, и через два года это идеальная девочка. Конечно, сразу у неё там всё идёт иначе, она себя довольна, все ей довольны, интересно, но это очень тяжело, вот, и, ну, максимум раз в полгода можно что-то с собой сделать, но не чаще. И если вы хотите что-то отрезать, десять раз подумайте, потому что это всё-таки наркоз. Конечно. Да, конечно. И в прошлом эфире мы тоже говорили, что будьте готовы к тому, люди очень часто хотят молниеносных изменений, сделал манипуляцию, и сразу получил выдающийся результат. То есть часто и косметология, и хирургия это поэтапная вещь, и это всегда процесс. То есть это я так весело вам рассказываю, что вот 15 дней после операции я как новая, это правда, я уже записываюсь, везде хожу, получаю массу комплиментов, но это называется малоинвазивное вмешательство, то есть это достаточно простая процедура. Если вы делаете ринопластику, то так вы легко условно не отделаетесь. Если какие-то более сложные ещё вещи, то, естественно, это тоже всё другое. Я делала под общим наркозом, но мы сразу делали несколько манипуляций. Например, ещё делали мне пилинг. Здесь вот у меня кромочка осталась, ещё красная такая черта, то есть глубокий достаточно на лицо и зону шеи. И вот в пятницу я иду к косметологу, мы теперь начинаем такую восстановительную, серьёзную программу, уже уходовую, чтобы сохранить результат полученный. То есть я очень грамотно, осмысленно ко всему подошла. Я раздвинула съёмки, мне не нужно было никуда там 12 дней ходить, выезжать, там чем-то заниматься и так далее. Отменила тренировки. Я всю жизнь под это подстроила. Я могла себе это позволить, то есть это всё очень просчитано. А в целом, когда мы с тобой в прошлом эфире считали, сколько мы времени потратили на те изменения, чтобы сейчас сказать, да, я собой довольна, вот это то, что я могу сделать, и я к этому шла. То есть если считать с зубами, с первой операцией и так далее, у меня примерно лет 9 прошло, а у тебя примерно лет 18. И искусство жизни в том, чтобы в этот период, в процессе ваших изменений, вы тоже чувствовали себя хорошо и находили на что опираться, как раз раскладывая свою самооценку на составляющие и ища на что, где можно закрепиться. Вот девушка пишет, что у меня вроде совсем нормально, но минус 10 оценка, самооценка по взаимоотношениям с мужчинами. Типа надо ли конкретно с этим что-то делать? Ну, в общем-то, знаете, мы же не можем принять два решения. Да. Вам подсказать какие-то инструменты, но решения вы должны сами принять, и разрешения мы вам тоже не собираемся давать. Это лично. Вообще, я люблю, когда люди хотят сами прожить свою жизнь, они могут, конечно, подсмотреть какие-то чужие успехи, там, опыт, инструменты, но желание прожить собственную жизнь это вообще залог успеха. Знаете, люди, которые свою жизнь не хотят проживать, им так лень, они вообще жить не хотят. Им прямо лень, все лень, тотально лень. И они ищут у всех разрешения, советов, ответов. А еще здорово попасть в руки тирана, который будет за тебя все решать. Это вообще очень удобно. Поэтому про вашу помощь, пожалуйста, с вами решите, надо ли с ним что-то делать или нет. А мы, если что, подключимся немножко. Да. Мы сегодня, друзья, делать будем эфир час, потому что мы хотим, чтобы вы могли его репостнуть. Я сейчас скажу те условия, потому что мне куча девчонок написали, мы же розыгрыш обещали, одного места на нашем курсе, мы вообще не будем этим злоупотреблять, мы слишком любим деньги, чтобы, извините, разыгрывать много мест на курсе. С 1 марта сможете присоединиться, если выполните простые условия. Нужно будет репостнуть этот эфир, я его сохраню у себя в профиле, нужно будет сделать отметку моего профиля, профиля Рады и третьего профиля, это The Art of Manipulations, это профиль с нашими отзывами о ключах и написать «иду с 1 марта», повышать самооценку и богатеть с Радой и Ольгой. Очень просто, но, естественно, ваш профиль должен быть открыт, чтобы мы этого видели. Репост, три отметки и написали фразу, что с 1 марта вы с нами. Так мы понимаем, что вы претендуете на это место. Вот очень простые условия. Выполните в течение, наверное, двух-трех дней только можно будет, чтобы вот этот хвостик тех, кто эфир посмотрит в записи, присоединились к розыгрышу, через три дня разыграем. Вот, я надеюсь, что вам технически все это позволит, что вчера почему-то не могли делать репосты. А по поводу живете ли вы свою жизнь, я вам предлагаю сейчас микротест. Мне, значит, чтобы вы поняли, я записывала интервью недавно с классным совершенно врачом, и он там рассказывал, конечно, про вот эту вещь, о том, как полезен дневной сон. И он говорит, я уже много-много-много-много лет днем выделяю себе время, чтобы поспать. И я там раскудахталась, говорю, ну как, подождите, жизнь современного человека, это же никак не связано с реальностью, давайте будем реалистами. Он на меня так спокойно смотрит, у него тембр речи еще такой медленный. Он говорит, Ольга, если вы или кто-то другой не можете выделить себе два спасительных часа на дневной сон, вы вообще не распоряжаетесь своей жизнью. Он так увесисто и спокойно это сказал, я потом про это много думала. На самом деле, вот живете вы своей жизнью или нет? Я не настаиваю на двухчасовом дневном сне, это может быть что-то другое, что нужно для вашего здоровья, для вашей хорошей самооценки, для вашей прекрасной внешности и так далее. Вот это что-то вы можете делать или вы не можете? Сразу будет ответ, вы свою жизнь живете или чью-то другую. Жизнь, вот это к вопросу про ваши истинные желания и нужды. И это было очень мощно. В комментариях тоже разгорелся пожар, когда люди все же защищают очень свое право не исполнять собственные желания, переложить ответственность на других. А если я работаю по смене, ну и далее все началось. В общем, вот вы свою жизнь живете или нет? Тоже интересно такое наблюдение от доктора. Так, про реабилитацию просят. Так, 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 внезапно стал настаивать на том, что только общий наркоз. А, вот, ходил на консультацию хирургу, настаивает на общем наркозе. Это ведь ненормально. Я вам так скажу, уже по опыту знаю, что есть хирурги, которые делают и верхние, и нижние веки под местной анестезией. Если вам такое больше нравится, вы должны найти специалиста, который часто делает эти операции именно под местной анестезией. Такие хирурги есть 100%, даже на московской. То есть они как бы делят эти сферы. Вот. Как относитесь к увеличению груди? Две подруги сделали сиськи, и они огонь, пишут. Я, кстати, собираюсь. Я думаю, что это будет мой второй наркоз в жизни. Я думаю, сделать грудь. Но мне доктор предлагал подтяжку, потому что я очень часто набираю скидовую вес. Вот. И поскольку я занимаюсь этим уже 24 года, то есть 24 года последние, я занимаюсь тем, что набираю вес и скидываю скидовую вес. Дорогая, мы все этим занимаемся. Обычные женщины. Дальше, когда там 5 суток посидишь на водичке, у тебя грудь со второго до первого такого упругого, то сейчас уже она до первого упругого через 3 месяца голодовок не собирается. Да, хотя я там никогда никого не кормила, но у нас у всех по разным причинам, конечно же, дети в тело. Кстати, я сейчас одного врача изучаю, интересного. Он рассказывает, что дети при в рождении имеют набор гормонов в разном соотношении. Какой-то гормон всегда превалирует, а какие-то в меньшей дозе. И вот я инсулинщик, то есть мне вообще не сахар. Я если съем что-то сладкого вкуса, мне на следующий день плохо. У меня сопли, кашель. Каждый грамм сахара, который я съедаю, 10 граммов веса прибавляет навсегда. И у меня, конечно же, сейчас начнут всякие мамашек удахнуть. Да я тут троих откормила, и типа вот мне можно пластику, а тебе ты еще никого там не выносила, нельзя. Тело у всех обладает какими-то сильными чертами и какими-то слабыми. у меня стопроцентное здоровье. Я всем рассказываю, что со школы, то есть мне сейчас 36, школы закончила в 17, я болела один раз пять дней ангиной. Понятия не имею, как я заразилась. Я была в Дюблисе, может быть, я жила, я жила, кстати, в двухсотлетнем хостеле, я думаю, что там было очаровательно, но я заболела ангиной такие. Это был единственный раз, когда я болела за 18 лет, за 19 лет. У меня стопроцентное зрение, стопроцентное здоровье, но у меня проблемы с весом, потому что я инфидентчик. Вот, поэтому я подумываю себе сделать подтяжку груди, и это будет второй наркоз в моей жизни. Я отношусь одинаково положительно к всем видам пластиковых и питательств. И я сегодня написала пост разогревающий, в котором говорю, что девочки гораздо проще не пытаться себя много лет полюбить по запчастям, а просто решить вопрос быстрым движением и потом наслаждаться. И у меня бывают на мастер-майндах, когда мы с Олей ведем на наших курсах, многие девочки говорят, ой, вы знаете, я вот решила с собой до 50-60 ничего не делать, а вот она натуральная моя красота. Я говорю, ну и дура, потому что в 60 уже можно ничего с собой не делать. И гораздо проще себе все пришить, отрезать, вколоть, когда тебе там 18, 25, 32, 48, ну сколько вам сейчас есть, понимаете, а не через лет. Вот сейчас если с собой что-то сделать, что вас реально мучает, вам будет очень приятно. И Оля, помнишь, мы в тот раз начинали тему про внутреннюю и внешнюю мотивацию? Всегда медитируйте на эту мысль. То есть зачем вы делаете это для себя или для других? Например, у меня была пластика, я убирала себе живот, бока, спину, мне убрали подмышки, мне сделали бедра и огромную жопу. И она, кстати, не сдулась ни на грамм за полтора года. Подтверждаю. периодически талия периодически меняет свою форму с помощью отёка. И вы знаете, до сих пор никто мою фигуру нигде не наблюдает, потому что это для меня объяснило, что мне не нравится моя фигура. Вот я вложила в это несколько месяцев своего времени несколько тысяч евро. Потерпела боль небольшую, там, неудобства, потерпела наркоз и никому этим не хвастаюсь, потому что это была внутренняя мотивация. Я очень женственная и мне нравятся женственные фигуры. И теперь я не как морковка выгляжу, а как просто девушка в теле. У меня одинаково широкий верх и низ. И большинство, конечно, думают, что пластика это способ замечиться от внешнего мира, от всяких там забияк, которые дразнятся и всё такое. Но всё же по-честному, вот я вижу, что у меня Оля, это всё-таки внутренняя мотивация. Конечно, мы публичные люди, и мы можем что-то из внешней мотивации сделать, но поверьте, гораздо проще что-то себе отфотошопить или какой-то фильтр на линзу поставить, чтобы себя не отрезать лишнего. Да, и большинство блогеров так и делают, они не выходят в прямые эфиры, потому что у них все кадры настолько отфотошопены, то есть это создаётся и они не выходят в видео и не выходят в эфиры. А вот люди, которые обычно на видео каждый день, они со временем реально настолько начинают привыкать уже, им уже, ну, не знаю, там, не так болезненно, да, как они выглядят, поэтому они скорее про внутреннюю мотивацию. Вот отследите, что у вас. Да, и по поводу груди, это тоже совершенно, я знаю, массу волшебных историй, то есть если мы не говорим про патологические случаи, когда что-то пошло не так, всё-таки всё равно любая манипуляция со здоровьем это определённый риск. Пойдёте вы к травматологу, если вдруг в гололёд сломали ногу или руку, может срастись неправильно, потом аппарат Элизара выносить и так далее, а может срастись правильно, и всё будет хорошо. То есть тут, конечно, это живая ткань. У меня подруга делала грудь, не будучи замужем и не ища себя мужчины, и она продолжает быть не замужем, очень довольна собой, сделала, ходит счастливая уже много-много лет. Равно как и был комментарий, когда я писала про пластику, как раз девушка написала, я позавчера типа вынула импланты из груди, я свободна, я счастлива, боже, наконец, мне нужно было сначала поставить, потом убрать, чтобы понять, насколько это меня там раскрепостило и помогло принять ту грудь, которая у меня была до вмешательства. Можно хоть как. Вот человек выбрал несколько сложный, болезненный путь через два наркоза, но теперь понравилось себе такое, какая есть. У нас очень индивидуальный путь и много противников и сторонников, в общем, выбирайте для себя глубинное ваше внутреннее понимание правоты вообще того, что вы делаете, должно быть, тогда будет клевый результат. Так, хирург, так, 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 я, значит, похорошела, когда будет оффлайн. Если уже делали такой репост, тогда мы участвуем. Нет, девчонки, мы же эфир удалили, мы даже его увидеть не сможем. Теперь мне 42 в последнее время комплекс, что тело, как у подростка, перестало одеваться привлекательно, как сознательно принять себя и восхититься. Тело, как у подростка, это как раз, видимо, девушка стройная и, может быть, с небольшой грудью в 42. Я хочу быть 2 килограмма и андрогином. Не говори вообще. Просто щенки не стареют. Это факт. Меня часто спрашивают, как я ощущаю свой возраст. Я говорю, знаете, когда я набираю 7 кг, я чувствую себя старой, а когда скидываю 7 кг, молодой. И это 100%. Лучше всю жизнь быть стройненькой. Не знаю, я вот не скажу, что я фанат пышных дам, и вот это моя форма, то есть я такая прямо экселечка, у меня третий размер груди, может даже 3+. У меня там жопа 2XXL, и талия где-то, эмочка почти уже засушилась. Ну, в общем, я такие хорошие пасочные часы. Но я не могу сказать, что это входит в мои пасочные предпочтения. Это вынужденная мера из того, что возможно было, потому что вверх я никак не сделаю меньше, грудь растет все время, то есть она есть. И, в общем-то, чтобы я была как подросток, мне вообще нельзя есть никогда. Ну, у меня было 3 месяца малоедения. Это когда, знаете, идите раз в 3 дня что-нибудь очень-очень маленький какой-то огурец. И вот 3 месяца малоедения, я весила 57 килограмм, но мне не было ни грамма, ни жира, ни мышц. Было очень круто. Но так всю жизнь не протянешь. Но это просто невозможно, да. Да, и достаточно сложно в таком теле долго находиться, потому что нужно 100% времени тратить. Так что, знаете, вот самооценка, это ведь не когда вы идеальные. Самооценка, это когда вы сделали все возможное. Вот я уже практически все возможное, что со мной сделать, сделала. Я знаю, что, ну вот на данный момент, например, я не знаю, как сделать волосы гуще или там потолще, да, их. У меня тонкие детские волосы, очень красивые, они такие вот, то есть я их просто помыла водой, они вот так блюстят, у меня даже расчет, они как шелк. Но они из-за этого очень тонкие, не дают никакого объема, мне приходится каждое утро их мыть. Это огромный труд. И, конечно, на любой фотосессии объем сложный создать, поэтому голова кажется большой в кадре. и я знаю, что сейчас с этим ничего не сделаю, поэтому я не комплексую по этому поводу. Но если я знаю, что можно с чем-то, что мне не устраивает что-то сотворить, конечно, я постараюсь это сделать, чтобы, знаете, не тратить время моих мыслей на бесконечную долбежку себя по этому поводу, потому что время это ограниченный ресурс, в отличие от всех остальных. И если вы можете потратить деньги и тем самым сэкономить себе нервы, время и эмоции, то, конечно, это хороший шаг, хороший вариант. Вот тут пишут, да. Бесцветная хна вам 13 лет, что ли, что вы такие эксперименты на 17-м оставите? Бесцветная хна это, знаете, продукт за 200 рублей, от которого ничего, кроме того, что ваши волосы покрываются пленкой, не происходит. Они становятся гладкие, блестящие, но не толще и большие, в общем-то. Да, вот тут девчонки пишут, мы ремонты в квартирах делаем, машины тюнингуем, а когда себя улучшаем, надо оправдываться и как-то это объяснять. Косметология и хирургия много лет существуют, появились по запросу миллиарды людей это делают. Как вы относитесь к криолиполизу? Ты как к нему относишься? Я не знаю, что такое, я должна признаться. Нет, я не пробовала. Криолиполиз — это такой вид неинвазивной липосакции. Ну, когда тебе отмораживают участок кожи, там животик, например, или там кунтляшечку, и потом какое-то время там жировые клетки, они распадаются и выводятся через ним поток. Я не пробовала, потому что это неоправданно дорого, ну, типа, животик выходит 1150-200, при этом никаких гарантий, а липосакция стоит дешевле. Ну, нормальная липосакция. Кстати, мне же сделали липосакцию, у меня есть опыт, то есть мне делали попу и одновременно убирали бока и живот. И когда я вышла после операции, не было ни жиринки, вот реально, ни жиринки, просто вот так вот, знаете, вот такая вот кожа, как на руке, там уже мышцы все видны были, но это не значит, что не существует понятие отчёк, то есть у меня сейчас отёчность существует в теле, и всё равно там, знаете, какая-то складочка кожа довернулась, но она уже не гранулами, как раньше была, а она такая, как бы мягонькая. Вот. Так что, в общем-то, я всё-таки за липосакцию, если вы не бояка всяких наркозов и уколчиков, потому что я много-много-много с собой раз экспериментировала или политики или где тыкала, и всякие без анестезии типа местные липосакции. Кучу денег на это сожгла, очень-очень много, и ничего не помогало, кроме хороших рук хирурга и классической липосакции. Но я думаю, что всё-таки это, я говорю скорее про доктора, чем про метод, потому что я была у многих докторов, и что-то они все какую-то ферню творили, поэтому надо доктором. О, наконец-то появились люди, которые пишут, плохо вы делали всё, что возможно с собой. Мы ждали вас. Я хотела даже фотку сегодня выложить детскую, просто раньше как-то не очень много фоток, что мы делали. То есть я, когда не нравилась себе, очень мало фоткалась, и у меня как бы толком вот этих ужасных фоток, насколько я хуже выглядела, нету. И когда я выкладываю фотки поржать, типа, как я выглядела там 18 лет назад, и пишут, так вроде неплохо. Так это самый удачный мой кадр из всех вообще, там непонятно стало, знаешь, всё наоборот. Вот, но честно, у меня, например, 18 лет назад не было вообще верхней губы, то есть у меня была огромная квадратная нижняя, а верхняя были такие, знаете, 2 миллиметра хохолок, и вот здесь такое западание, то есть вообще не было. У меня было такое... такое квадратное лицо, и мне всё говорили, что я чём-то недовольна. И я такая, не знаю, что вы... С чего взяли? Да-да-да. И, в общем, это было одним из толчков изучать физиогномику. Мне было интересно, почему все считают, что я такая вот злостная монголка. У меня были, знаете, вот такие тонкие, выщипанные вот такие вот брови, вот такие вот прям кошечки. А у меня понятно, что не было там, ну, форма подбородка была другая, и было вот такое вот... Конечно, это было неудобно, потому что выражение лица, с которым мы смотрим на другого человека, оно принимается на кощу. Конечно. Я квадратным лицом, и ты думаешь, что это на твой счёт. Это наша классическая эмоциональная петля и ее формирование. Поэтому если вы хотите, чтобы вам было приятно, то проанализируйте, что, например, вашей внешностью может отталкивать людей. И это то, чему мы учим на всех наших курсах, это самоанализ. К сожалению, большинство вопросов вам не поможет психотерапевт, потому что он не знает, что у вас внутри. И здесь нужно подключать не внешнюю, опять же, мотивацию, психотерапевт это внешняя мотивация, а самоанализ это внутренняя мотивация. Если вы, честно, изнутри посмотрите, что-то вас бесит или не бесит, то у вас, наверное, осуждение к другим попадёт по этому поводу. И мы в тот раз тоже говорили, что я замечаю, что осуждают косметологию только врождённые красавицы, которым ничего с собой делать не нужно. У них идеальные тела. У них подружки, они родили двух детей, у них кубики пресса, и даже складочки на пупке никакой нет, знаешь, у меня такого живота даже в три года не было. Ну, то есть никогда. Он в детстве был какой-то круглый и пупок, знаешь. И вот эти люди, они, конечно, они такие, ой, да что вы себя портите, да вы себя губите, да вы то да сё. А в итоге у них просто вообще нет внимания. И это называется точка зрения. А у нас с вами позор, потому что мне много что пришлось поменять. У меня очень толерантные взгляды, я очень лояльна к чему угодно. Вот честно. И поэтому у меня были классные клиенты, потому что у меня внутри очень лояльное отношение к любым запросам, к любой вкус общения, к любым недовольствам. Я поощряю всё, что хочет человек. Вот он как ребёнок. Вот если хочет, надо делать. Потому что сделает, что хочет, всё, сразу энергия пошла. Да, очень много вопросов, я не знаю, почему конкретно про шею, что делать с шеей, был ли у тебя какой-то опыт, какие-то, выбрать манипуляции. Буквально 10 вопросов от разных девчонок пришло именно про шею. Вы просто, если вы ещё маслом не пользуетесь по моей системе, то вы начинаете маслом пользоваться, потому что масло это как раз тот прозрачный липид, который в мембрану клетки уходит, она перестаёт быть ломкой. И второе, вам вкалывают в филлер, как в микроморщину. В микроморщину, знаете, бывают вот здесь такие прямо тоненькие, такая не мягкая, а прямо тоненькая. И вот здесь тоже такие тоненькие-тоненькие. Туда берут иголочку с филлером. И вот прямо по микро-микро-микро-микро-микро-дозе выкладывают ровно, чтобы заполнить эту морщинку. Мне, по-моему, в последний раз тоже что-то такое возможно делали. Потому что со мной, я косметологу говорю, всё, делай всё. Ну, то есть она уже знает, что делать, я говорю, сделай всё, что может. Вот. И она что-то у меня тычет, я там лежу, терплю, смотрю телефон, записываю stories. Мне кажется, мне тоже что-то уже здесь вот делали. Но, знаете, всё-таки это не возрастной запрос шея, а это запрос к людям, которые опять-таки набирают, теряют вес часто. У меня бывает, что я скидываю 26 килограмм, бывает, что набирают 26 килограмм. Поэтому у меня тоже там шеи были всякие изменения. Это никак не связано с вашим возрастом. Это связано только с тем, как жировая ткань в вашей жизни присутствует или нет. Да, кстати, ещё про то, почему я общий наркоз выбрала. Ты когда сказала, у меня на лбу два мощнейших залома, такие уже очень-очень видимые, потому что у меня очень развита мимика, я всё время скидываю брови и удивляюсь всему, и на всё реагирую. И мне доктор тоже предложила из моего любимого животика, я как раз там жирок копил для этого специально. Взяли чуточку на пупике, у меня тоже был маленький шовчик, и заполнили эти две борозды. Сейчас практически нету, это вообще удивительный эффект. То есть ты, ну там, 12 лет ходишь с морщинами, а потом раз, и встаёшь, а у тебя их нет. И это всё обратимо, потому что, почему ещё плюс делать какие-то манипуляции в достаточно юном возрасте, очень высокий тонус кожи, молниеносно происходит восстановление, и твой организм откликабельен на любые манипуляции. Когда ты в 65 себе будешь это делать, организм устал, у него совершенно нет ресурсов и резервов всё это принять и восстановиться адекватно. Поэтому я тоже не сторонница, откладываю потом, значит, всё, когда на пенсию выйду, тогда себе и сделаю хорошо, несколько будет неактуальным. Ещё спросили про спорт, и мне очень нравится, ты сегодня в сторис написала про лень, когда что типа хочешь достичь цели, нужно победить лень, и ты написала, что всё это пиздёшь? Это просто значит, что вы не нашли то, чем вам нравится заниматься, вы поэтому прокрастинируете искусно. Я про спорт могу сказать то же самое. Я человек, который полтора часа в спортзале, я только из-под палки. Не то, что я заплатить за абонемент, мне должны приплачивать за это люди, чтобы я это делала. Я не могу, мне невероятно скучно, это вообще не моё. Я нашла для себя спорт, 20-минутные ЕМС-тренировки. Я ходила полтора года, я скинула очень немного, 5 килограммов там за год и два месяца, но это было практически идеальное моё состояние. Потом наступил карантин, я забросила, очень график жизни изменился, не оправдывает полностью. Я просто поменяла акценты, и сейчас вот после операции я остановилась, я возвращаюсь. Я знаю, что за год, опять же, я готова к этому, это будет процесс, я эти 5 килограммов, с которыми я перманентно борюсь, потеряю за год. Без лишних каких-то усилий над собой, подключения силовой, я нашла спорт, который мне нравится. Он короткий и эффективный. Это просто то, что мне нужно. Это можно в любое время. Ну, что такое 20 минут тренировка? И что такое зал? Полтора часа, пока ты приехал, разделся, переоделся, потом в тушь сходил, это 2,5 часа твоей жизни, там, 3 раза в неделю. Я не располагаю таким временем, а 20 минут могу выделить. Поэтому, если вам лениво на спорт, вы найдите то, что вам искренне понравится, и тогда это очень легко и гармонично в вашу жизнь. ВПИШЕТСЯ. Невозможно ведь всю жизнь ставить ботокс. Так может написать человек, который ни разу не ставил ботокс, ничего о нем не знает, потому что опытные персонажи, они просто в курсе, что ботокс и не нужно ставить всю жизнь. Вы можете себе 2-3 раза поставить в проблемную зону ботокс, она потом теряет привычку делать какое-то движение, и все, и потом можно ничего не использовать. Вот у меня, например, нет ботокса вот в этой зоне, да, то есть я могу поднять брови, свести, но я так не делала, потому что я из этой привычки вышла, а раньше я настолько сводила, что у меня вот здесь уже, знаете, такая была тоненькая морщинка до самой косточки, куда ты к ногтикам тыкаешь, а там уже мягкой ткани нет, ну то есть она миллиметра на 2, на всю толщину ткани. И я так сильно к вечеру сжимала брови, что мне приходилось перед сном вот так прижать с рукой, чтобы мышца хоть чуть расслабилась, у меня были, то сбросы были. И несколько раз я поставила ботокс, и в принципе у меня сейчас нет ничего, и привычка прошла, поэтому ботокс это не приговор, это просто такая профилактическая мера, чтобы у вас дать время для мышцы, чтобы она потеряла свою дурную привычку, которая вам не нравится. Вот спрашивают, а если у человека завышена самооценка? В основном мы борем заниженную самооценку, и такие девчонки приходят к нам на курсы заниматься. А что делать, если завышенная? Я сейчас вам про себя расскажу, но сначала ты ответишь. Ну, опять же, вот если сейчас я препарирую вашу самооценку, окажется, что она в одной маленькой зоне завышенная, а в остальных она или нормальная, или заниженная. И мы именно с этим работаем. Мы не говорим, что самооценка это какое-то однородное вещество или там единственный механизм. Это много-много зачастей субличности, каких-то чертей, я не знаю, способностей и так далее. Сфер вашей жизни. И, например, у вас может быть вырождена там внешняя завышенная самооценка. Вы очень красивая, вам повезло, у вас все отлично, и вы были самой сучкой в классе, которая унижала всех некрасивых женщин. А вот профессиональная самооценка у вас, скорее всего, так себе, потому что вы, поскольку были такой охуенной, то и не напрягались там по ночам, как все гадкие утята. И такое очень часто бывает. Например, я была с детства некрасивая, стала очень рано профессионалом. Девочки, которые были симпатичны, они в итоге на этой волне проехали до 30, в 30 помнили, что у них нет профессии. И сейчас они все на каких-то идиотских работах наверстывают. Поэтому, неважно, какой у вас изначальный ресурс, но 100%, что какого-то ресурса у вас нет. Я не видела человека, который бы прямо родился, и у него были все вообще сферы. Все нормальные люди что-то дорабатывают, прорабатывают, потому что должно быть какое-то сопротивление, и наша психика просто, она превратится в болото. То есть, вы в ней завязнете. В любом случае, нам нужен какой-то небольшой там токовый разряд, маленькие щепочки, принделечки, хоть что-то, чтобы мы двигались. И если вы изучали когда-нибудь историю создания мира, то изначально мир был положительный, мир состоял из света, и все было прекрасно, мы жили в раю. И в какой-то момент создатель начал напрягаться, потому что никто не развивается, и ничего не развивается. Абсолютно. Да, и он спросил у Верховного Среда, а что же делать? Они такие, ну тебе просто нужно минус добавить, и сразу все зашевеляться. И в этот момент спустился Люцифер, это ангел, самый любимый ангел. Подшипка. И он начал немножечко над всеми подтрунивать. Вот у меня 100% характера Люцифера, потому что я люблю не решить, не как Боженька, дать благодать, чтобы решить человеку проблему. Я прям люблю его где-нибудь подкоротить, морковку сзади, и поехали. Это такой тип работы над собой, то есть иначе вам скучно будет, поэтому я никогда не поверю, что у вас завышенная самооценка. Я соглашусь, что может быть в одном пункте из 50 она завышенная, а по всем остальным давайте к самоанализу обратимся. Отлично, у нас осталось 5 минут, не буду их тратить на рассказ про свою завышенную самооценку. У нас еще будут эфиры, очень много вопросов. Сейчас последний вопрос тебе, как ты пришла к тому, что внешность майори привлекательна для тебя, подумала поиграть в это и сама поискать себе такой ориентир. Как вы искали или почувствовали? Перед тем, как ответишь, напомню, что чтобы выиграть место на нашем супер курсе деньги самооценка с 1 марта, нужно репостнуть этот эфир, он сохранится у меня, отметить меня раду и аккаунт с отзывами, мы в сторис его отметим для вас, чтобы вы не запутались, и написать, что с 1 марта вы идете богатеть и повышать самооценку вместе с Радой и Ольгой. Три простых условия. А теперь скажи, пожалуйста, как человеку найти ориентир, к которому можно стремиться? Вообще, это правда интересно играть. Выбрала и живешь этот сценарий. Как найти ориентир, к которому стремиться? Да. Вот как ты для себя выбрала, что майори, это классно, ты потому что в прошлом эфире как раз про это рассказывала, смуглянка, с пухлыми губами, с раскидистыми бровями и такая островитянка, да. Смотрите, здесь вообще здесь уже не нужна какая-то рациональная практика, не знаю, не нужно здесь здесь не нужно ничего точного или важного для обязательно. Мы здесь уже идем хочу-не хочу, потому что для женщины хочу, это очень важно, это то, что наполняет, питает энергией. И понимаете, вот если я хочу губы-пельмени, то я даже не анализирую, почему. Я не анализирую, что для других это непонятно, что это too much, что меня называют там муклы, еще что-то. Я хочу губы-пельмени, мне насрать, почему я хочу, зачем. Мне насрать, да. И, например, мне хочется все тело татуировкой назвать. Мне очень хочется, мне очень нравится. Почему, я не знаю. То есть я не анализирую. Если вы начнете анализировать свои желания, вы их просто на корню погасите. Не нужно анализировать свои хочу. Хочу – это импульс. Это иррационально, абсолютно, конечно. Да, это быстрое иррациональное действие, которое вы не подвергаете какому-то научному анализу, полочкам и всякой херне. Это что-то, что, помните, да, кто был на эмоциональном детоксе, есть признаки хочу. Потому что вы обычно неправильно для своей психики даете дрова и топливо. И вот, чтобы психика была полноценной, живой, здоровой, ей нужно очень много давать хочу. Вот признаки того, что вы делаете, что хотите, очень простые. Там нет дедлайнов в этом действии, там нет обязательств перед другими людьми и там нет точно описуемого результата. Это значит, что вы делаете, что хотите. И для меня, например, колоть губы это то, что я хочу, потому что там нет точно описуемого результата, я иногда что-то меняю, нет обязательств перед другими людьми, я их давно исключила из этой системы. Вот. И нет каких-то дедлайнов, то есть я могу сделать два раза в месяц, могу сделать два раза в год. То же самое касается татуировок, то есть никаких обязательств, никаких дедлайнов, все непонятно и необязательно, абсолютно рационально. И вот вы, пожалуйста, отнеситесь к каким-то вещам в вашей жизни так же, потому что как только вы начинаете все препарировать на рационализацию, на необходимость, на оправданность, у вас сразу все потухает, потому что там очень много ограничений, а ограничения ваши хочу превращают в нужно. А нужно это то, что психику напряжет, а хочу это то, что психику расслабит. Все, что вы с собой делаете, максимально должно расслаблять вашу психику. Это и есть проживание. И все ваши важные дела это вовсе не жизнь и не проживание. Это просто необходимость для того, чтобы вы могли своих хочу проживать. Я обожаю тебя. Ты подарок человечеству, который только что через наш прямой эфир много светлых мыслей людям дал. Эфир сохраняю. Условия конкурса озвучены. Следите за нашими анонсами. У нас еще в феврале будет несколько прямых включений и на вопросы поотвечаем. В общем, мы стартуем 1 марта с суперкурсом «Деньги и самооценка». Пока, дорогая. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok